всем привет меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube и сегодня я в очередной раз хочу поделиться с вами тем от чего я избавилась на этой неделе с чем собираюсь попрощаться либо сдать это куда-то в переработку в частности в h&m либо попытаться продать это на авито чтобы что-то заработать кстати на прошлой неделе я когда разбиралась показывала вот в этом видео где-нибудь здесь оставлю пометочку и сходите посмотрите я избавлялась от книжек там была книжка марии буш и элегантность в однушке я выставила на авито и девочка приехала мне ее забрала там еще две книжки осталось надеюсь что и кто-то заберет но если за эту неделю никому они не понадобятся я их либо сдам в библиотеку либо в какой-то кросс букинг так ладно погнали что у меня для вас есть сегодня итак в преддверии нового года я решила избавиться вот от такой шапки деда мороза она смотрится совершенно по-дурацки но может быть на моей голове потому что она мне объективно маловато может быть она детская либо на какую-то голову не больше 56 сантиметров ух и волосы у меня от нее страшно электризуется у меня есть другая классная я думаю в новогодних влогах вы ее увидите поэтому от этой избавляюсь дальше у меня есть еще одна шапка я вообще люблю шапки это шапка совершенно новая для бани но проблема ее в том что она не шерстяная не фетровая и она из синтетики сделана я ее купила однажды когда была ходила в баню и забыла свои свою шапку купила эту но поняла один раз надела поняла что это совершенно неудобно в синтетике в бане ужасное ощущение поэтому избавляю дальше у меня есть целый куча одиноких носков я не могу найти им пару вот у меня есть еще такие черные вот поэтому от них ото всех избавляюсь не пригодились в общем не знаю что с ними делать есть у меня перчатка для машины нашла ее разгребая разбираясь в коридоре думала что найдется вторая но нет в машину купила новые дальше у меня есть шапка страшная шапка мне как-то давал друг чтобы я не замерзла весной ехала от него на велосипеде домой был вечер и был уже порядком холодно и буду чем надеть вот он мне выдал эту шапку никак не забирает в общем решил избавиться интимная вещь лот я решил избавиться от своего бюстгальтера ему наверно уже лет десять я ношу его редко но во первых у него растянулся пояс и неожиданно из него выскочила еще одна косточка поэтому все все мои горошки божья коровка закончилась на это у меня есть футболки две по моему штуки в этот раз которых я решила избавиться вот такая футболка не знаю возможно на видео кажется что она белая может быть нет пока еще не знаю при таком освещении но она уже пожелтела и стала страшненькой еще у меня есть еще одна футболка я ее купила когда-то в порыве на в магазине фамилия что-то метода прибила я купил на сразу штук шесть футболка не были что-то из разряда по 200 рублей просто я не знаю что она нашла я все сгребла и забрала с собой и я ее практически не ношу я в ней не сплю мне в ней не комфортно в общем избавляюсь следующий лот это часть верхняя от моего платья вот эта часть дело в том что этот рикотаж может быть видно я надеюсь очень мне нравилось это платье было очень такой женственно элегантная но уже вот пошло одно я надеюсь видно на камеру что начали под мышками выскакивать резинки из ткани выглядит конечно страшно поэтому я отпорвала от него вверх пришила к низу пояс и у меня получилось юбка потому что низ платья был совершенно прекрасное состояние хорошо сидит и поэтому он остался также избавляюсь от подкладочной ткани совершенно непонятный кусок который никуда вообще не пригодится я сшила брюки вернее я нашла портного портную девушку на проферу которая сшила мне брюки вот из такой ткани тоже остатки остатки она мне вернула поэтому они не нужны избавляюсь есть у меня еще на любимое когда-то мною платья вот такое шерстяное платье я покупала его в uniqlo но к сожалению к сожалению шерсть имеет свойство приходить в такой печальное состояние и в общем она уже в катушках которые нельзя снять уже даже для дома она выглядит печально и что самое страшное через несколько стирок к нему к нему начали прилипать к нему начало прилипать все что только можно и это крайне сложно от отчистить то есть ну как бы ты все время ходишь к заляпанная чем-то поэтому не пригодилась в общем избавляюсь и еще одна вещь которую я наверное года три назад купила в uniqlo купила я вот эту такую флисовую водолазку синенькую и у меня была для дома флисовая серая юбка я в таком виде ходила в доме но юбку я чем-то заляпала чем-то не очищающимся и уже давно от нее избавилась водолазку носила чуть дольше потому что она темная на ней не видно пятен и то что если какие-то сильные они хорошо от нее отстирываются и но произошло с ним то что происходит часто с флисом он стал тонкий он стал страшно выглядеть поэтому избавляюсь еще у меня есть вот такая сумочка что-то мне в ней дарили и я очень люблю такие да это даже не холщовые это как вот из одноразовые одноразовые полотенце чуть поплотнее ткань очень люблю такие сумки или просто хбшные ношу в них обед на работу но она тоже уже стала страшный мне кажется уже детский рисунок тут еще пятно будем надеяться его видно на камере в общем не пригодилась избавляюсь и я решила еще избавиться от вот этой сумки это сумка из эко кожи у нее классный дизайн и она мне нравится но я не могу ходить мне очень не нравится то что у нее именно эко кожи мне кажется что я все время хожу с каким-то резиновым пакетом в общем я решила от нее избавиться хотя она неплохо визуально поэтому я ее выставлю на авито может быть кто-то из девчонок более лояльно относится к искусственной коже и заберет у себе и будет радостно с ней ходить это еще не все у меня прямо ударная неделя пошла у меня тут целая куча носков опять таки у меня есть носки катальные этим кстати носкам для горных лыж вот они такие длинненькие чем они отличаются от обычных если вдруг кому-нибудь понадобится у них на подъеме на икре уплотнение есть специальные и вообще они сделаны таким образом для спортсменов чтоб нога в правильных местах поддерживалась этим носкам наверно они со мной уже лет десять стали уже совсем страшненькими вот я вчера обнаружила что мысочек у них ну я думаю не переживет еще и двух стирок выглядят они уже страшно поэтому я решила от них избавиться а и вот да правильно сделал потому что только что обнаружила что на подошве есть дырка еще я решила избавиться вот от такой от такого подсвечника вот сюда вставляется свечка он значит и горит либо сюда сверху еще вставляется пиалка кажется у меня тоже где-то было если я ее не потеряла остается пиалка и нагреющую свечу можно в эту пиалку налить арома масло все это будет пахнуть задумка у меня была именно такая очень мне хотелось аромалампу но когда я купила эту штуку буквально через два месяца мне подарили лампу бирже поэтому такая вещь не пригодилась хотя выглядит очень симпатично но я ею не пользуюсь поэтому решила от нее избавиться куча у меня есть масок я их даже не буду доставать показывать но понятно что в период пандемии их вагон они в каждом углу в каждой сумке в каждом кармане в общем избавляюсь регулярно еще есть у меня фотографии эта фотография сделанная в девятом классе и есть фотографии 2013 года с корпоратива я их храню потому что здесь мои девчонки с которыми я была дружна пока мы работали вместе в компании кастерама такие забавные фотки мы были рок-группой на корпоративе вот это я с синими волосами это тоже я я их ну не хочу хранить потому что они все время в таком вот каком-то разбросанном состоянии на стенку вешать тоже как-то не очень в общем я их отсканировала и решила от бумажной версии избавиться еще я вот сегодня буквально прям перед съемкой этого видео я решил избавиться от двух игрушек это миньончик такой маленький хороший я была когда в штатах в диснейленде почему-то не запал в душ очень не захотелось этого миньончика сего купила он у меня постоянно кочевал со мной и стоял где-нибудь но что-то уже поднадоел и вот такая игрушка это сноубордическая скейтерская фирма dragon коллекционная игрушка вот у нее номер 59 написан но что-то она мне надоело в общем избавляюсь у меня есть провода нашла это ко мне приходили подключать новый интернет и в общем оставили провода тоже конечно управляюсь кизи пакетики почему-то в нем он симка лежит тоже страшный старый нашла где-то в ящиках избавляюсь есть у меня еще ручка от вечерней сумочки но видите какой она какая-то мятая из-за того что это кожа рептилии она не разглаживается можно наверное заморочиться как-то ее повесить на колючочек и что-то тяжеленькое но я этим заниматься не буду я мне проще это выкинуть все добро сломанные карандаши с лозунгами которые я взяла и даже может быть купила в прошлом году когда ездила отмечать свой день рождения в екатеринбург и обложка от паспорта долгое время я в этой обложке носила не только паспорт но здесь у меня были также воткнутые карточки скидочные карточки какие-то мелкие бумажки это было жутко неудобно в общем еще она и добавок порвалась выкидываю к чертовой матери и есть такой бутылек я пока не решила что с ним делать по одной простой причине что у него удобная вот это вот пипетка и удобная закручивающаяся крышечка у меня есть масло для кутикулы у которого тоже пипетка примерно такой же объем но чтобы открыть нужно сначала очень сильно нажать и потом открутить и механизм видимо дает сбои потому что я каждый раз мучаюсь и не могу открутить и вот сейчас сначала я подумала выкинуть бутылек от средства фирмы за ординари так рекламируемого блогерами года два назад и перелись сюда просто это масло для кутикулы поэтому пока оставлю если за неделю с ним ничего не сделаю никуда не переглю выкину нафиг опять какое-то количество флешек у меня нашлось и еще одна сумка белая надписями была когда-то красивая ходила я носила в ней обед на работу но тоже уже заляпалась всяким хламом не отстирывающимся поэтому отправляется переработку с вами была анна кафырина великий расхламитель пространство своего дома всем хорошего вечера удачного расхламления пока пока